Мы деви грошови переказы в Украину с мобильным додатком профи. Швидко, надейно, да выгодно. Завантажуй уже зараз. Привет, друзья. Сегодня тема это внутренние дела Польши. 5 срочных дел для нового правительства. Этих решений ждут поляки и другие жители этой солнечной страны. Смотрите видосик до конца. Сейчас я вам все расскажу подробнее. Традиционно говорю огромное спасибо всем, кто ставит лайк. Не жалейте лайки. Это помогает каналу. Можете написать Денчик выздоравливает, тоже поставить лайк. Они мне помогают. Подписочка, колокольчик. Ну и не пропустите ничего важного. И мы переходим к делу. Есть, скажем так, список из 5 ключевых тем для нового правительства. Вопросы, которые в сфере экономики должны быть в приоритете. Итак, первый важный момент это НДС. Он же ВАД по-польски на продукты питания. С 1 февраля прошлого года в Польше действует сниженный до нуля. Ставка НДС на продукты питания ранее составляла 5%. Это решение было принято и направлено на смягчение быстро растущих цен. Нулевой НДС стал одним из ключевых элементов так называемого антиинфляционного счета. И довольно-таки дорогостоящим защитным действием. Потому что только в этом году для бюджета, для панства это означало потерю примерно 11 миллиардов злотых из госказны. То есть бюджет недополучил денег. Соответственно они остались в наших карманах. При разработке проекта бюджета на 2024 год правительство ПИС не предполагало продления нулевой ставки НДС на продукты питания. Однако министр финансов Магдалина Речковская заявила, что такой шаг будет зависеть от инфляционных тенденций и вообще геополитической ситуации, которая может повлиять на цены на продукты питания. Новое правительство, приняв бюджет на следующий год, должно будет решить, что делать с этой формой поддержки, которая, как я уже сказал, заканчивается в декабре этого года. Второй важный момент это энергетические субсидии. Еще одна проблема для нового кабинета министров, она заключается в том, как поддержать поляков, но не только поляков, в контексте ожидаемого в следующем году роста цен на электроэнергию, на природный газ и на тепло. В 2022 году решение о заморозке цен на энергоносители было принято в конце года, еще до выборов министра климата и окружающей среды пани Анна Москва заявила, что решение о заморозке цен на энергоносители газ и тепло на следующий год будет принято после 15 октября. После выборов они прошли, мы ждем. Она заявила, что соответствующий законопроект готов и только ждет политического решения. Однако, важный момент, неизвестно, не попадет ли она уже на новое правительство, которое выйдет из сегодняшней оппозиции. Третий момент, кредитный бонус. Политическое решение также требует поддержки заемщиков. Программа «Беспечный кредит» 2%, она пользуется огромной популярностью. Еще до выборов были использованы установленные правительством лимиты субсидий по этим ипотечным ставкам не только на 2023 год, но и на следующие 12 месяцев. С момента вступления в силу в июле этого года программы банки подписали примерно 17,5 тысяч договоров в рамках программы. А количество заявок, которое вообще поступило в финансовый сектор, оно превысило 54 тысячи. Такой большой интерес привел к предположениям, что вообще вот это все шоу будет приостановлено с нового года. Пресс-секретарь правительства, пан Петр Мюллер, объявил о возможности увеличения лимитов, но эта задача уже скорее всего ляжет на плечи нового кабинета. Безопасный кредит 2%, он будет заменен решениями, которыми в предвыборной кампании обещала гражданская коалиция, команда легендарного Дональда Туска. Она превзошла ПИС по всем обетянкам и предложила кредит с процентной ставкой 0. Интересно, получилось ли у кого-то купить квартиру по 2%? Пишите в комментариях. Четвертый момент. Вокации кредитовый, отпуск по ипотеке. На последней прямой кампании премьер-министр Матеуш Моровецкий решил бороться за голоса избирателей, скажем так, ипотеками. Глава правительства заявил, что после выборов, если их выиграет ПИС, кредитные каникулы будут продлены на весь 2024 год. Это решение, которое нынешняя власть вела, чтобы облегчить заемщикам, скажем так, которые пострадали от резкого роста платежей по кредитам. Это тема навалевшая, мы о ней поговорим подробно. И каникулы стали реальностью в июле прошлого года, но и дали возможность приостановить в общей сложности 8 ипотечных платежей в период с 2022 по 2023 года. Кредитные каникулы обошлись банкам в несколько миллиардов злотых, ну и пока неизвестно, поддержит ли оппозиция свое обещание. Тем более, что совет по денежно-кредитной политике уже начался до снижения процентных ставок. И через некоторое время эффект от этого увидят, ну скажем, те, кто брали кредит. Размеры взносов платежей должны опуститься. Пятый момент – повышение заработной платы. Одним из флагманских предвыборных обещаний оппозиции было повышение зарплаты учителям, ну и всей этой бюджетовке, то есть социальным работникам. И в законопроекте о бюджетном 2024 год прописано, что госбюджетная сфера может рассчитывать на повышение ЗП на уровне 12,3%. Лидер гражданской коалиции Дональд Туцк заявил, что после прихода к власти увеличит заработную плату учителям на 30%, а бюджетникам на 20%. Хороший ход – это дорогостоящее решение, которое необходимо включить в план госрасходов на следующий год. А новым-старым бюджетом уже будет управлять новый кабинет правительства. Такие вот пять задач стоят перед новым правительством и вот это видео для меня, оно будет тоже очень любопытное в том плане, что через год, через год, я думаю, будет адекватный срок, я его смогу пересмотреть и несмотря на свой сиплый голос, пересмотрю его и будет интересно сравнить, что из того, что было запланировано, что сбудется. Потому что в очень интересное время живем и реально, ну, на мой взгляд, я, конечно, ни в коем случае не хочу сейчас кидать камни в огород Украины, но, скажем так, когда я там жил, когда я ходил на выборы, голосовал, то предвыборное обещание политиков – это вот где-то на уровне сказки и фантастики было. То есть, что делали и что, вернее, что обещали и что сделали. В Польше же, ну, чуть-чуть по-другому. И вот любопытно будет посмотреть через год это же видео и сравнить жечевистущее, то есть реальность. Друзья, вот такое вот видео получается. Кстати, подпишитесь на канал, потому что скоро будет очень много интересных видео и по ипотеке. Вот, если кому интересно, могу там как-нибудь рассказать про свою. Извините за мой голос, но что-то я никак не могу вычугаться. Надо, наверное, на больничный идти. Так, друзья, кто досмотрел до этого места? Вы мои герои, мои лучшие зрители. Пожалуйста, напишите. Денчики досмотрел из Варшавы, из Берлина, из Белграда, Харьков. Петр Ковт-Трибунальский, Краков-Живец. Короче, ваш город, откуда вы смотрите? Дальнобойщики меня, кстати, много смотрят, наверное, слушают больше. Пишите, где вы находитесь. Так, такая вот информация. Всем здоровья, мирного неба. До новых встреч. Тушу камеру. Субтитры создавал DimaTorzok